Музыка Прежде чем начать изобразительную часть, протонируем холст немножко грязным кирпичного цвета пановым затонированием. И это сделаем тряпкой натирательно, для того чтобы не было слишком большого количества вещества, которое бы подмешивалось потом под укладку во время поиска рисунка. То есть минимальное количество вещества разбеленное кирпичное грязца. Это очень хороший, объединяющий будущую картину. Как бы гармонизирующий цвет. Фоновое решение, гармонизирующий цвет. Известно, что так поступал Ренуар. Поскольку мы пишем импрессионистическую картину, то воспользуемся его способом. Ну не только он, конечно, и классики делали это. Но поскольку у нас есть оглядка на импрессионизм, то мы возьмем и выполним эту нехитрую задачу. Которая нам даст очень много эффектов. Очень много полезного во время письма. Многие вещи, которые я буду говорить, будут повторяться из картины в картину. Поскольку все они будут стилистически похожи друг на друга. По затее своей и по решениям. Поэтому хорошо бы, чтобы вы просмотрели не один фильм. Для того, чтобы сложилось общее впечатление. Где-то нюансы будут расходиться. Где-то совпадать. Итак, количество краски тряпка может нанести максимально незначительное. Поэтому я в качестве инструмента избрал именно тряпку. Причем заранее лучше этого не делать. Дескать, заранее, чтобы полз высох. Наоборот. Некое количество красноты, которая будет подмешиваться, нам на руку. Поскольку мы работаем с подготовленной фотосессией. Фотосессии у нас очень удачные. Поэтому материал живой, полезный. То, имея фотографию, я легко нахожу основные веки рисунка на картине. Вот, скажем, фигура в белом платьице. В белом платьице находится практически посередине холста. И, в общем-то, вполне удачно, что посередине. Единственное, что, может быть, я чуть-чуть ее смещу. Вот с середины чуть-чуть. Вот крестовина. Чуть-чуть смещу. Вот шляпка. Вот фигурка. И она несколько заслоняет середину по высоте. Краплак красный и изумрудная зелень. Хорошая теневая будет. Обратите внимание на характер набрасывания краски. Это на штриховывание достаточно вязкой краски. То есть, сильно я ее не разжижаю. Наоборот, стараюсь сухо набрать для того, чтобы создавалась эта продрись, как некая прозрачность. Здесь уже лежачая плоскость. И все тоже будет в направлении лежачим. Создание ритмов мазочков, как будто рыбки с тайками, задает настроение того самого импрессионизма, который многим нам полюбился. Французский импрессионизм. Мане, Ренуара. Именно своими ритмами мазочков, как бы перышки мазочков, импрессионисты сделали свою натурную живопись особенным. Многую живопись и сейчас называют импрессионизмом, хотя я считаю, что если нет нарочитого ритма мазочков, то это просто пленерный реализм. А импрессионизм именно тогда, когда есть обилие заритмованных, как бы плывущих мазочков. Если вы со мной согласны, то есть вот у меня такое мнение. Смотрите, с какой продресси я набираю краску, суховатую краску, ну немножко поджижаю, чуть-чуть, потому что будет иначе слишком вязко. С какой продрессью? Поехали. Сяди, сяди свои коветы. Так, камни выгибаем. Пойдем. Все те же краплак и изумрудка. Только в пользу краплака. А здесь немножко ультрамаринчика задействую с краплаком. Такая тенистость будет выраженная. Стволы очень мощные, высокие и уходят далеко за пределы формата. Домики. Деревянные переславские домики. Вообще у нас, конечно, виды здесь потрясающие. Столько можно делать красивых фотосессий. Очень красивая зелень у воды. Это же тоже у воды. Что я, конечно, рекомендую тем, кто хочет пописать импрессионизм. Приезжать именно в Переславль. Ну и вы, конечно, можете здесь воспользоваться нашими услугами в плане холстов, красок, кистей и даже услуг фотографа. Фанья очень хорошо проведет мастер-классы. Ой, не мастер-классы, а фотосъемку. А, в принципе, уже и мастер-классы может давать. Смотрите, какой ход, какое движение кистью. Бороздящее и оно вот так вот полосатит. Можете его использовать в своей живописи. Такая продресь красивая формируется. И я как бы не отпускал кисть от холста. Вы видели, да? Небо засвечено. С сильным солнцем. Я немножко охорочки. Немножко голубенькой. И тем, что осталось в кисти, воспользовался. Тем, что осталось в кисти, пока я все это набирал. Светлые партии любят густую краску. И видите, я достаточно плотно кладу вещество. Немножко голубиночки. Всюду краснота кирпичная первоначальная помигивает сквозь все слои, сгармонизируя картину. Каким-то иногда почти мистическим образом создается гармония именно от этой подкладки красной. Создается гармония цвета. В небо тоже, вы видите, задан ритм, ритм. Все состоит из ритмов. Не выкрашенностей, а ритмов и трепета мазочков. Несмотря на то, что здесь зелень, я просто тональное пятно набрал остатками краски. И теперь уже в это тональное пятно закладываю зеленый. Зеленый очень любит подкладкой красноту, фиолетовизну. Лежачая к холсту кисть успешно наносит интересные фактурные мазочки. Вы видите, одна краска перемешивается с другой, прямо на ходу. И создают красивые фактуры, множество трав. охра желтая у меня сейчас. Вот сейчас вы видите ее. Она умеет с зеленью сотрудничать. во всем случае мне она сейчас очень подходит. И изумрудка. Светлые партии любят густую краску. вы видите, с какой мощью вещества я закладываю. И вот этот наш традиционный трюк. свет из-под теневой. Он сразу отбрасывает то, что за теневой. И появляется ступень в пространстве. кистью можно писать не только так, но и, вы видите, вытягивая против шерсти. сахар в хамках. И вот, ваше. И вот, я здесь, и, и, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и особенно импрессионизм любит такую идею такой укладки Освещенная зелень очень часто оранжевит Светом освещенная зелень часто прямо оранжевит Поэтому можно к зеленому замесу добавлять розоватости, оранжеватости Будет больший эффект света Субтитры сделал DimaTorzok Освещенная вода и кувшинки, листья кувшинок Дают довольно плотную, плотный разбил И вы видите, когда все чуть-чуть поперемешалось Сколько цветовых Я же не каждый отдельный цветик решаю сейчас А общую Ну потому что не перечислить все эти подробности А так вот перемешивая Мы получаем и многообразие цвета И некое сходство с натурой Вы помните Свет из-под теневой Вот я усилил здесь эту теневую И сейчас обращу ваше внимание Дерево приземлилось на поверхность Смотрите От дерева падает тень Часто неопытные художники Не замечают Вот этих важных вещей Падающая тень От дерева И часто деревья как будто летят у них Поэтому не забывайте О необходимости Демонстрировать Приземленность деревьев И опять же Вот эти стайки Мазочков Прямо стайки Стайки С этим ритмом Ритмом Ритм Ритм Хотя конечно Листики часто В рассыпную Но нам Выгоден Ритм Для воздушности Смотрите Разбел Синевато-сиреневого Подбрасываю И появляется Ну это как бы И цвет тени Как бы бледной тени И цвет воздуха Этим Обозначивается Цвет воздуха Который создает Эффект Пленера Посмотрите Всюду-всюду Я сейчас Сиреневинки Подпускаю Синенькие Сиреневенькие Мазочки Зелень Очень любит Соседство С краснотой Сиреневизной Темной И сиреневизной Вот такой Цвета Воздуха То есть Светлый Это листики В тени И я их тоже Сиреневым Укладываю И слегка Добавляю К ним Зелень Вместе Мигая Мазочки Создают Эффект Затененного Лежащие На плоскости Крупные Листья Кувшинок И тоже Среди них Клубица Сиреневизна Задавая Настроение Воздушности И Пленерности Ну что Котя Покормишь Немножко Уделю Внимание Фигурке Сейчас Я Использую Цирулиум Голубая Такая Красочка Стоит Всем Купить Цирулиум И Ультрамарин И Немножко К Ультрамарину Добавляю Разрезны Кроплака Все вместе Они Дают Хороший Тенистый Эффект Фигура Находится В Контражуре К свету То есть Свет За Фигурой Поэтому Несмотря На Белость Платье Платье Синит Голубит Шляпка Которая Должна Быть Соломенного Цвета Очень Сильно Подвержена Тоже Синеве Тени Синят Потому что Небо В них Отражает Своей Синевой Комарик Залетел А вот Тельце Стараемся Сделать С Эффектом Ягодки На Свет Под Ягодкой Подразумевается Виноградная Ягодка Белого Винограда Поэтому В том числе В тени Будет Легкий Охристо Зеленоватый Оттеночек Тело Ручка Сосается Шляпки Локоток Поднят И Создается Сильный Ракурс Красно Чернят Волосики В том числе Из-под Из-под Линии спины Как нимбом Фигура Очерчена Светом И даже если бы этого не было бы Здесь Из-под Теневой Источник света Вот так бьет Из-под Теневой Желательно Чтобы свет Рвался То есть даже если бы его там не было бы Его следовало бы там увидеть Попытаться Увидеть И подложить Высокие травки Которые очерчивают все На шапочки На шляпки На шляпки Свет На ручечке Вы видите Тонально Фигура как бы тает В этом светике Будучи при этом По тону Почти равной Свету Но голубой Только чуть темнее Спасибо за субтитры Вот я захватил Некую Зеленцу И теперь смотрю Где ее можно Пораскидать То есть Места в картине Где именно Эту тональность И это Цветовое Звучание Можно Раскидать Вы видите Лежачая кисть Какие-то Особенные Мазочки Выдает На холст И Заритмованные И Рыхлые Рельефные Рельефные Крыша Сиденькая Но ее лучше увидеть Через синий Для того Чтобы создать Идею Дали Вы видите Синий Сразу Создает Тамошние И Вот Потоки Мазочков Синьку Можно даже В зеленый Вот так вот Добавлять И Получается Такой Холодный Цвет Теневой Зелени Пляши Мазочечек Тоже Хорош Не только Ритмичный Он Есть В нем Ритм Сетчатый Такой Мазочечек 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 Глубокую темность нагнетаю через голубую ФЦ. Через Краплак, через изумрудную. Сейчас немножко травочки вот здесь порисую, поскольку это очень передний план, и они здесь создают красивый рисунок силуэтов. Играет музыка. 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 лучше никогда крупного размера листики лучше не делать для того чтобы для того чтобы показать что солнечные зайчики касаются их и делают их то золотистыми на солнце то синеватыми в тени так синеватую зелень вот среди кувшинок какое-то такое красивое растение может это каким-то образом с ними и связано с такими изысканными листиками и 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 опять же густо густо набираем светлые партии освещенные партии густо бликует на воде На смысле на этих листьях вода сама по себе бликует вот такими мерцаниями. Видите, благодаря этим листьям немножко вышло это все на передний план. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Плотный, мощный передний план. Белила хоть и грязноваты уже, поскольку в них макалась кисть не раз, но тем не менее они... Вот эта грязца даже пригождается. Бликует на этом свете вот такие места, которые, может быть, даже оказываются светлее, чем небо. Потому что они проявления самого света. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Характер укладки мазочков наблюдайте. И старайтесь все-таки повторять движения. Некоторые как бы небрежно относятся к повтору самого движения. А ведь движение задает, движение руки и кисти задает определенную траекторию прикосновению. И художники не напрасно часто делают необычные, непривычные движения для новичка. Не потому что вальяжно дурачатся, а потому что таким образом добиваются изысканных решений. Видите, такой густой мир импрессионизма. Когда фактура краски решает много вопросов. Обратите внимание, что я пишу сразу везде, как в общем-то и принято у художников с опытом. Писать всю картину одновременно. Не замыкаться на каких-то кусках. Стараемся движения делать поразнообразнее по укладке, чтобы они не были простой мозаикой все время. Все время то мутноватые места, то напряженные, мозаичные, то рыхлые. Ну и, конечно же, ритмичные. Это обязательно. Обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok Понятно, что детали самые сложные для начинающего художника. Поэтому, чем меньше деталей, тем лучше. В данном случае детали очень малоразличимы. И вам советую почаще работать с работами, с задачами, где едва-едва видны черты. Когда чуть ли не одного мозаика достаточно, чтобы лицо выглядело лицом. Субтитры создавал DimaTorzok Диа Криво Эдакий смайлик личико. Субтитры создавал DimaTorzok Диа Криво 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 У меня очень подходящая модель Криво Диа Криво Она выразительно имеет личико, и вы тоже можете себе заводить выразительных, чтобы удобно было писать. Субтитры создавал DimaTorzok Вот очередной свет из-под теневой, несмотря на то, что они вместе в тени, обе эти части, но это все-таки свет из-под теневой, тем, что он подчеркивает тенистое звучание поднятой руки. Голубые, синие и даже зеленоватые цветики. Немножко грудь обозначить. Намек на ту вторую ручку, которая держит зонтик, или можно зонтик не рисовать. А просто, допустим, рука опущена. Самый низ руки, видите, я подчеркнул светом. Опять же свет из-под теневой, и рука заслонила освещенный кусок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нарочитые ритмы навязываю. Ритмы так, потоки, ритмы по этой траектории. Смотрите, нет задачи сделать небо чистого цвета. Даже наоборот. Вот это некая грязнинка. Голубоватая грязнинка. Охристая грязнинка. Небо залито светом. Вырезаю, видите, вырезаю зеленый. Он красивый. Красивый силуэт остается, как бы, тающий в фоновом пятне. То есть не только работаем заслоняя, но работаем и вырезая. Субтитры создавал DimaTorzok Освещенные листья, просвеченные солнцем, вот так аж горят. Мерцая светлые на светлом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну хорошо. Теперь уже продолжу по-сухому. Когда полностью просохнет слой, через индивку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok